Микс Ньюз И добрый вечер В последний месяц, наверное, самое частое высказывание среди моих знакомых и друзей, и даже незнакомых и недрузей, это «Во всем виноват Меркурий». Все, что творится во всем мире, бесконечные акции протеста, Франция, Гонконг, Чили, Боливия, Венесуэла, Грузия, Иран, Россия и Латвия теперь уже. В Латвии прошли забастовки медиков, идет сбор подписей за распуск Сейма. Что это, часть общемирового явления или специфические локальные истории? Во всем ли виноват ретроградный Меркурий? Об этом мы сегодня поговорим с нашим уважаемым экспертом. У нас в студии сегодня политолог Юрдис Лепникс. Добрый вечер. Добрый вечер. Естественно, Лена Лукьянова. Добрый вечер. И Кюли Беспонин. Да. Мы задали вопрос, создали вопрос на сайте Болткома. Нужны ли изменения в Латвии? Считают, что нужны 92% проголосовавших, что не нужны 8% проголосовавших. Мы на самом деле ждем еще одного эксперта, профессора Латвийского университета Яниса Икстинсона. Он пока опаздывает, либо у него ретроградный Меркурий. Все бывает. Будем добрыми, так скажем. Вообще-то уже давно звучит некое предположение, что мировая экономика движется к завершению цикла роста. События начинают напоминать уже кризис 2008-го. Я имею в виду Латвию конкретно. Мы пока забыли про Чили и Уругвай. Кургулька, да. Уменьшение импорта, уменьшение потребления, начало стагнации. На фоне всего еще и кризис власти, достаточно затянувшийся, здесь не так атомизирована история со сменой властью, как, например, на Украине или в Грузии, где моментально это может происходить в мгновение щелчка пальцев. Народ потихоньку просыпается, выходит на улицы. Об этом хотим поговорить. Это какая-то общемировая тенденция, это тенденция исключительно Латвии, этой страны. Это приведет к какому-то серьезному изменению политического строя, может быть, власти, может быть, пробуждению гражданского общества. В общем, вопросов много. Все мы будем задавать их Йодису Лейпниксу. Телефон 672-12-939-672-13-939. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы тоже. Подключайтесь к нашему обсуждению. Я добавлю свои профессорские пять копеек, потому что у меня свой дополнительный взгляд. Я уважаю ретроградного Меркурия и знаю много людей, которые даже сделки не совершают никакие. И из дома не выходят. И из дома не выходят. Это когда? Меркурий, да. Он когда, он долго? Ну, вот он, по-моему. Ну, обычно по месяц, там бывает месяц, два. Сейчас он как бы закончился, и поэтому у нас есть надежда, что, может быть, сейчас-то все и наладится. А, ясно. Но у меня есть еще такая, если бы знать, что такое, ну, трое, что такое чуять, я бы сказала так, что 21 век принес начало изменения отношения к традиционному государству. Что почти во всех странах меняется, постепенно меняется вообще взгляд на пределы государственного регулирования, на пределы вмешательства государства в жизнь человека, в финансы, очень-очень во многие аспекты привычные, казалось бы, жизни. И отчасти эти протесты, то есть это расширение социальной базы власти, гораздо большее, чем было в прошлом веке. Может быть, это так? Может быть. Но, знаете, я всегда в таких случаях вспоминаю, что в фильме «Москва слезам не верит», там этот эпизод, когда главный герой, когда он там узнает, что, ну, эта женщина зарабатывает больше, чем он. Что он вообще директ. Да, и он пропадает, да, и там две недели пьет, да. И этот друг, милиционер, его ищет, там, Гоша Гога, он же… Юрий. Юрий, да, да. Находит, и тот спрашивает, тот, который за пояс, спрашивает, ну, что там? В мире. В мире. Террористы опять заглотили самолёт. И тот отвечает, стабильности нету, террористы опять самолёт угнали и так далее. Ну, вот, знаете, вот, я думаю, это фильм какого? 72-го, 3-го, не знаю. Я не знаю, какого-то года, да. Но, знаете, в мире там всё по-прежнему, стабильности нету, да. Террористы, вот, в Боливии опять протесты, да, там, в Украине опять там. Но ведь всё-таки я с вами не соглашусь, потому что вот этой вот самой нет стабильности сейчас намного больше. То есть там, учитывая десятилетия назад... А может быть нам так кажется? А может быть, ну, то есть... Нет, я просто пообщалась с друзьями-политологами, которые сказали, да, действительно наблюдается рост протестных движений по всему миру. Причём в совершенно неожиданных странах, там, да, окей, ну, в Боливии там действительно есть нечего, там, да, действительно люди... Нет, ну, ясно. Есть Гонконг, который действительно отстаивает свои гражданские государственные права. И недавно был Париж, который действительно удивил, да. Да, Париж, и недавно была Каталуния. Да, да, да. Ну, ясно, ну, если что-то изменилось, то, с моей точки зрения, то, что в мире изменилось, это всё же то, какую силу обрёл свобода слова. Ну, то есть, свобода слова уже как бы не новый феномен, а такой силы в этом слову никогда не было, да, благодаря интернету, соцсетям. То есть, ну, то, что, скажем, там, сто лет назад пионеры public relations, там, Эдвард Берн, они говорили о manufacturing consent, да. Ну, то, что Чомский профессор там очень критиковал и так далее, что элиты, они только тем и занимаются, что как бы воспроизводит это общественное мнение в себе в нужное русло, да, и тем занимаются все мейнстрим-медиа, да, тем занимаются лидеры общественного мнения. Ну, то есть, вся элита, она держит как бы это мнение в каком-то русле, да, и так демократия, так она… То есть, манипулирует общественное мнение. За последние 10 лет это стало невозможно ни в одной стране, где есть свободный доступ к интернету. Один из ярчайших примеров, с чего начался Майдан. Майдан начался с твита моего друга-журналиста Мустафы Наема. Да, и притнул… Не политолога, не политика, он тогда еще не был, естественно, депутатом Верховной Рады, он был простым журналистом, он сказал, ребят, камон, мы что, не выйдем? И до этого арабские революции, арабская весна, да. То есть, оказалось, да, что действительно простые, ну вот простые, любые люди, ну, непростые, непростые. Ну, любой человек может, если он может, если он горит, если он желает, если он талантлив, если он харизматичный, он может поднять любую волну так же сильно, как раньше. Ты мог только, если ты попал на телевидение, если у тебя был свой канал, не знаю, если ты там был, ну, какая-то там национальная звезда, там, писатель, я не знаю. Ленин в изгнании, да, при поддержке Антанты. Ну, да, ну, то есть, люди обрели абсолютно новые инструменты влияния на власть, и не только на власть, на друг на друга, на процессы в обществе, да. И, ну, как, и пользуются этим, ну, и пользуются этим и к добру, и к злу, да. Ну, то есть, по-разному, разные люди. Ну, не все люди, которые это делают там, ну… Во-первых, люди ошибаются. Ну, конечно, да, это точно изменилось, да. И непонятно, я думаю, ну… То есть, изменилась дискуссионная площадка и ее мотивация. Просто до невероятности, ну, просто до невероятности, да. И она стала трансграничной. И очень быстрой, и очень динамичной, да, то есть, ничего не стоит на месте, да. И там все эти, ну, дополнительно, то, что люди могут организоваться, да, то, что люди могут, ну, как-то обойти всякие там… Запреты. Запреты и так далее. Блокировки. То есть, ну, и как бы, я думаю, это, ну, на ближайшие, не знаю, 50-100 лет будет то, что мы будем наблюдать, как, ну, как государство, как институт с этим будет, ну, работать, да. И будут разные подходы. Вы такие представляете длинные временные отрезки, 50-100 лет, учитывая, что просто реально за последние там 5 лет… А вот буквально… Кардинально все изменилось. Да, конечно, изменилось, но вот если мы начинаем там мерить, там, скажем, с арабской весны, то все же… Нет, на самом деле не так уж быстро все происходит. И на самом деле тут пока, по крайней мере, я думаю, что будет большие отрезки, потому что не видно никаких решений. То есть, есть жесткое решение. Китай, Россия, там, не знаю, Узбекистан, бла-бла, есть какие-то страны… Сурмония. Жестко это просто обрезать, да. Ну, это тоталитарный, авторитарный режим, это понятно. Да, значит, цензура, значит, там, тюрьма за репост, значит, там, расстрел за вопшину и так далее. То есть, есть… За то, что вышел с белым листом бумаги. Скажем, да. Ну, то есть, очень жестко. Ну, есть… Я даже не уверен, что это тоже будет… Ну, что это возможно, ну, то есть, что это будет работать. Не уверен, потому что, ну… Знаете, когда что-то уже в воздухе загнать обратно, ну… Ну, это, по крайней мере, одна из… Явно будет такая попытка. В некоторых местах будет такая попытка жестко с этим, как бы совсем жестко с этим разобраться. Но в Европе, в Америке, не знаю, и так далее, тоже будет надобность как-то с этим… Ну, как-то что-то на это… Опытка. Скажем так, реагировать, как-то реагировать на эту новую реальность, да. И не совсем понятно, как, да, потому что старые европейские демократии тоже им надо будет… Будет проблема как бы себе защищать. Ну, защищать демократические институты, да, демократические процессы, скажем, выборы, да, ну и так далее. Ну, то есть, тоже будет надобность как-то реагировать, как-то это думать. Мы знаем же, в Америке большая дискуссия, там, как регулировать, там, Фейсбук и все это, ну, и они говорят, что у нас не надо, мы только канал, да, ну, и так далее. Ну, то есть, эта дискуссия идет, да. Ясно, что будут попытки или есть уже попытки, но на это реагировать, ну, такими коммуникационными или пиар, или такими способами, когда на это общественное мнение, там, ну, не знаю, там. Всякие роботизированные, там, попытки, там, тролли, там, боты и так далее, и так далее. Ну, там, так, ну, это видно, что в некоторых выборах какую-то роль играло, но я не думаю, что это будет долгосрочно играть какую-то такую роль, потому что ясно… Да, люди, ну, и люди тоже, ну, все же учатся и видят, и так далее. Различать. Различать, ну, и так. Ну, наверное, с возрастом или, ну, по мере того, как будет развиваться искусственный интеллект, ну, если, скажем, научится власть, элиты или какие-то организации, да, скажем, уже используя искусственный интеллект, делать, ну, как бы, личности в сети, неограниченные количестве такие, которые нельзя будет уже отличать от реальных людей, ну, тогда у нас будут новые проблемы, да? Ну, я думаю, что вот этот прогресс, он настолько быстрый, что общество будет сталкиваться каждый день с большим количеством новых проблем. Давайте столкнемся со звоночком, нам дозвонили слушатели, алло, здравствуйте, говорите. Нет, не получилось, сорвался звонок. Я, если честно, с вами здесь поспорю, потому что, да, конечно, сейчас очень серьезная проблема бот-фоторолей, которые действительно практически на корню душат любое свободное высказывание, да, очень сильно влияют на психику, на моральное состояние высказавшегося, они работают в системе устрашения. Ну, не только. Это самое главное. Да, есть такое, да. В основном это самое главное. Система устрашения именно. Понятно, что по мере усовершенствования искусственного интеллекта, по мере усовершенствования модерации, пре-модерации всех этих сетей, да, все эти боты и тролли будут потихонечку отмирать, как больные блохи. Ну, и мы сами их уже различаем. Ну, и мы сами тоже будем научаться их различать. Это, конечно, да. Но при этом, при всем, конечно же, и они, та самая темная сторона, тоже будет наращивать постоянно новые и новые технологические изыски. Ну, их технологический изыск будет то, что пока тролли и все эти боты, они все же различимы, и у них есть какие-то признаки. Если искусственный интеллект сможет создать такие боты, которые нельзя будет отличать от реальных людей, которые будут с вами разговаривать в реальном времени. Да, скорее всего, и смогут создать, конечно. В реальном времени и как бы генерировать вот контент live, да, и так далее. Ну, вот будет проблема. Нет, понятно, что, скорее всего, так и будет. Да, у нас, собственно, как бы вся технологическая индустрия идет ровно к этому. Наверное, люди тоже к этому научатся. Так, но не это, ну, да, вы правильно, там, очень важный момент – это такая психологическая атака на оппонентов, да, это то, что делается естественно, да, но все же есть проблема известная с фейк-ньюс, да, ну, то есть, когда просто распространяются какие-то новости, которые не новости, да, факты, которые не факты, да, когда делается какая-то, ну, картина мира, которая… Искаженная картина мира, конечно. Ну, которая грубо искаженная, да, скажем, совсем искаженная, да, и когда люди приходят как бы в среду вот своих… и там нельзя больше различить, что правда, что нет, то есть, ты больше не понимаешь. Мы с этим очень часто сталкиваемся. И ты начинаешь вообще от этого… Люди, смотрящие фейк-ньюс, условные федеральные каналы Российской Федерации, они не понимают… Не понимают. …правда или неправда. Им кажется, что это правда, потому что это же, говорит, телевидение, которое пока для многих еще является главным ресурсным доносителем контекста. Да, ну, и с этим трудно бороться, потому что люди… Ну, как, ну, конечно, если такой, ну, образованный или какой… Если ты хочешь докопаться до истины, ну, ты докопаешься, да? Ну, нужно приложить усилия. Ну, да, но не всем это не так важно, не все это… Люди просто уходят в какие-то очень узкие информационные пространства, где они просто доверяют каким-то личностям, да? А эти личности могут быть, ну, очень… Недопросовестными. Идеологически, ну, ориентированными. Ориентированными, да. И, то есть, ты опять получаешь, ну, какую-то индоктринацию, да, и которая может тоже привести… Я бы сказала, интоксикацию даже скорее. Да, да. И вот все вот такие вот проблемы, они приводят к радикализации, да? Мы видим, ну, маленькие группы, друг становятся абсолютно, ну, радикализуются. И это не только ислам и так далее. Это все, что угодно, да? Там, white supremacy, не знаю, там, ну, все, что угодно, да? Там всякие против пяти га, да, там, ну, это будет любая тема, это может быть, да? И люди становятся… Ну, они получают информацию только одну. Они доверяют, если те люди, которым они доверяют, это им дает, они это берет, ничего другого не слушают, потому что там все равно непонятно, кто врет, кто нет, да? Ну, мир в этом смысле, я действительно думаю, что мир со времен «Москва слезам не верит» очень сильно изменился. Давайте буквально через пару минут все-таки от глобального мира вернемся в нашу родную Латвию. Не переключайтесь. Микс-ньюс. Радио Болткома. Такой настойчивый у нас звонит, сейчас возьмем его. Алло, здравствуйте. Давайте поговорим все-таки с нашими слушателями. Алло. Добрый вечер. Добрый. Ну, вы знаете, я, может, немножко не по теме, но я про нестабильность на бытовом уровне. Вот смотрите, недавно с автобусом какая-то, с туристами случилась история, там кто-то, ну, погибнуть, по-моему, не погибли, но здорово пострадали. То где-то пароход на мель сядет, то наводнение, то опять какой-нибудь автобус, то еще что-то такое. То есть все-таки Меркурий? Вот вы знаете, Меркурий Меркурием, но я думаю, может быть, кто-то нам сверху все-таки посылает сигнал, что, люди, остановитесь, задумайтесь, измените свое поведение. Не знаю, это, правда, чисто мое мнение, как ваше, не знаю, спасибо. Я согласна с вами, абсолютно поведение нужно изменить точно. И задуматься тоже не помешает. У нас в студии сегодня политолог Юрдис Лепнекс. Мы говорим о том, нужны ли изменения в Латвии. Давайте все-таки вернемся в Латвию, как бы мы всегда рады поговорить за геополитику часами, но понятно, что, естественно, Латвия – это часть большой Европы. Латвия – часть большого мира. И Меркурий входит тоже в этот самый мир, пусть он даже и ретроградный иногда. Но, тем не менее, мы тоже видим, что здесь назревают какие-то изменения. Или нам это кажется, Юрдис? Нет, я думаю, чисто то, что касается политики, то он назревает, да. Потому что, ну, я, конечно, расскажу, что я об этом думаю, но, несмотря на то, что я об этом думаю, мы сегодня видим, что 40 тысяч людей подписались за… По-моему, больше уже. Ну да, там 40 тысяч с чем-то, да, подписались за то, чтобы был референдум за распуск Сейма. И это очень большая цифра. И очень быстро. И очень быстро, и без участия никаких больших организаций. И политиков. И политиков, да. То есть, ну вот… То есть, это гражданское общество. Это, да. То есть, ну… Избиратели. Только буквально вчера медики, да, формально там сказали, что они тоже… И профсоюзы. И профсоюзы, да. Но до вчерашнего дня там же… Не было никого. Более того, ну, большие масс-медиа, вообще там тишина, там никто даже не… Латышки, по крайней мере, вообще это никак не освещает, да. А специально это метод технологии, политтехнологии. Абсолютно, абсолютно согласен. У нас это называется в России сушить выборы, когда никто ничего не пишет об избирательных компаниях. Абсолютно согласен, да. Это первый раз я что-то такое вижу в Латвии, да, когда вот большие мейнстрим-медиа и частные, и общественные об этом, ну, так очень-очень молчат, да. То есть, несмотря на все это, собрались 40 тысяч просто так. Влет за неделю, за 10 дней. Это означает все же, что, ну, что это проблема глубокая и настоящая, да. Это вот социология, в общем-то, это социологичная. Да, ну, это очень сильная социология, да, это… Ну, объяснение там действительно простое, ну, просто не надо врать, ну, не надо так… Ну, конечно, мы знаем, политики врет, да, мы знаем, политики обрешают всякие… Но не так нагло, и не так синично. Ну, не так нагло, называя принятый закон просто каким-то ошибочным там голосованием. Просто есть какой-то, ну, наверное, все же, значит, ну, потолок, да, ну, после… Ну, так нельзя, да, ну, просто, ну, так нельзя. Ну, 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 можно, но так нельзя. А давайте послушаем дозвонившихся. У нас разрывается телефон, видимо, очень многие хотят высказаться. Вот один не высказался, второго послушаем. Алло, здравствуйте. Вот знаете, такое впечатление, вы вывод сделали, что во время Второй мировой войны этот Меркурий упил все крови и лопнул. И сейчас подрос за 70 лет его потомок, да, и хочет крови, да. Вот в Латвии не надо никаких изменений, в России не надо. Мы же видим, какие изменения произошли в Украине, и что там льется кровь. А вот только единственное к вам дело, да, именно к вам дело, что русская интеллигенция должна включиться, не надо на митинги ходить, надо статьи писать за права русских детей, чтобы они могли учиться на родственном материнском языке. Потому что даже, понимаете, в семье латышки... Простите меня, пожалуйста, я вас прерву, потому что вы говорите совершенно на другую тему. Мы сегодня говорим о возможности изменений политической жизни, гражданской жизни, социальной жизни Латвии, о языке, русском языке. Мы уже не раз говорили, обязательно к этому еще вернемся. Единственное, и опять же, простите меня, пожалуйста, я все-таки не согласна с тем, что вы перевираете наши слова. Мы не говорили о том, что какой-то ретроградный Меркурий упился какой-то кровью во время Второй мировой. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр. Ну, по поводу того, что у нас в стране творится, в Латвии имею в виду, да, это очень просто. Предыдущий сейн, когда выбирали, хотели завалить Вену-то, понимаете, Вену-то бы какая-то партия. Она разбилась просто на три и пролезли опять, понимаете. Потом пообещали по поводу электроэнергии навести порядок, да. Это в законе они это установили. В законе, понимаете, сейнам приняли закон. И насчет медиков тоже закон. И потом они этот закон нарушили. Вот и все. И теперь еще говорят, это было просто поспешное голосование. Поголосовали закон. Да, не давать надо, да. И будьте уверены, завалим мы эту цель, завалим. Понимаете, однозначно. Спасибо за ваше высказывание. Нет, ну, это действительно так, потому что, ну, это такой диалог с властью или государством, он просто невозможен. Ну, просто это не диалог. Давайте будем честны. Диалог у нас сейчас такой, ну, скажем, вчера буквально смотрел телевидение, и один врач прекрасно сказала, что она, ну, просто так получилось, она обычно не нарушает ничего, но она ехала в Юрмалу, не знала, как так, ну, случилось, получила штраф. Я только что оплатила такой же штраф, да. Получила 50 евро штраф, да. И ей прислали этот документ на 7 страниц, и там между других все, что много, все написано, как она нарушила, и между другим сказано, что этот большой 50 евро штраф ей наложен для того, чтобы она, ну, как бы, в педагогических целях, ну, чтобы она понимала, что закон надо, чтобы закон надо… Нет, сейчас нет. Ну, да, ну, летом. Летом он платный. Ну, вы знаете, она… Ну, то есть, государство штрафует человека и мотивирует между другими аргументом, чтобы он, ну, как бы, знал, чтобы учился, чтобы понимал и так далее. Да, ну, так штрафы они для этого же и есть. Ну, вот обратного процесса нет. Ну, вот я думаю, что если Сейм не заблюдает закон, тоже надо что-то сделать, чтобы они… Тоже надо штрафовать, естественно, говорите, до свидания, друзья. И если мы это не сделаем, ну, то есть, народ это не сделает, общество этого не сделает, и как бы это, ну, так бы сойдет с рук, да, парламенту, да. А так государство обнаглится. Тогда куда еще дальше, да. Таким образом власть становится безнаказанной. Я всегда говорю, государство – это услуга, которую народ нанимает себе за свои собственные деньги, и как всякое, как качество всякой услуги он имеет право оценивать эту власть. И если эта услуга не соответствует договоренностям или качеству, то тогда нужно менять поставщика этих услуг. Вот и все. Это же очень простая история. Да, давайте послушаем. У нас разрывается телефон. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я вот в последнее время слушал двух умнейших людей. Это профессор технического университета Янис Ванекс и второй профессор, вот фамилия Магвашпица, по-моему, Зелманис. Они практически одно и то же говорили, что диалога никакого нет. Политики совершенно не прислушаются к науке, в частности, к экономическому науке. И в Латвии назревает, так сказать, можно сказать, он уже назрел, и проявляется не просто кризис, а системный кризис, в котором, так сказать, интересы большинства не отражаются всеми. Это совершенно очевидно. И разрешить этот кризис только можно изменить. И вот вы говорите, я имею в виду изменить систему, и вот вы говорите, Латвия, так сказать, часть евроста. Вы забываете то, что она часть, но второй скорости, то есть она в условиях кризиса сейчас для Европы, является, ну, просто обузой. Это совершенно очевидно. Экономисты об этом говорят. Спасибо. Спасибо за ошеление. Ну, во-первых, Евросоюз не перешел еще на разный скоростной режим в отношении своих стран, да, членов Евросоюза. Это пока только дискуссия называется, она «Белая книга», да, Евросоюза. И пока еще Латвия не является. Все-таки пока члены союза Евросоюза являются формально равноправными, да. Другой вопрос, чувствуют там кто-то обузу, не чувствуют, но пока этого все-таки нет. И еще, послушаю, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Вы, на самом деле, вот практически украли слова из моего рта. Я хотел сказать, что дело в таком, такое хорошее слово, есть майнсет. Мы очень трепетно относимся к правящим и называем их правящими, властью и так далее. Хотя, по сути, очень правильная фраза «слуга народа». Ну, вообще-то они и есть слуги народа, да. Вот. И как только мы начнем, ну, на мой взгляд, по крайней мере, как только мы начнем с ним обращаться именно вот так. Соответственно. Соответственно, да. Требовать и вплоть до обращения перестать использовать. Как только человек перестанет использовать, обращаться к депутатам как со словом «власть» и начнет использовать слово «слуга» или «мой работник», я думаю, и в восприятии тоже поменяют. Может быть, кстати, спасибо большое за ваше мнение. Интересная такая реформа языка может быть. Хотя ведь, согласитесь, действительно, у нас мы привыкли к тому, что у нас существует сакрализация власти. Ну, мы так привыкли. Окей, это было советское насаждение, это было время советского сектанства. Я просто сейчас читаю Слезкина, и поэтому у меня все в том... Понимаете, это, конечно, все сложно, потому что с другой... Да, все это так. С другой стороны, я всегда как бы, ну, бил за то, что... Ну, в принципе, как бы я бил бы за то, чтобы я мог уважать свою власть. Очень хочется уважать. Я хотел бы уважать эти институты, этих людей. Это моя страна. Это мой президент, мой премьер-министр, мои министры. И я как бы, ну, считал бы нормальным относиться к этим... И это правильно, я вас абсолютно поддерживаю. Но вот тут и наступает этот кризис, да? Тут и он наступает. А можно я? Что как бы я к уважениям отношусь к этому гербу, который стоит за ними, к этому флагу. К флагу, к стране, к государству. Но эти люди делают какие-то вещи, которые... Но люди творят беспорядки. То есть, они не в своем месте, да? И, ну, и тут действительно, ну, появляется кризис, да? И это, конечно, то, что происходит сейчас, не только вот этот один момент с медиками, да? Потому что, действительно, ну, там разные законы... Сколько микропредприятий в прошлом году закрылось одномоментно? Тысячи. Десятки тысяч. Ну, это отношение вот этих конкретных людей, ну, к своей работе. А это был другой голос. И явная некомпетенция. Явная некомпетенция. И просто, ну, поэтому вот этот кризис, ну, созрел, да? И я думаю, действительно, думаю, что будет изменение. Так или иначе. Ну, неважно. Ну, скажем, соберет, не соберет. Ну, все равно выборы придет, да? Ну, те такие или иные, да? И я думаю... На сколько процентов меньше пришло на выборы, на последних выборах, на два всего? Ну, у нас это, да, довольно хорошо. Ну, там посвящаемость нормальная у нас. Нормальная? Но, видимо, недостаточно. Нет, проблема, как бы... 78% сейчас пришло в Гонконге на муниципальные выборы. 78%. И тогда они добились успеха. Практически о жизни у людей. А я думаю, что уже везде идет речь о жизни. А давайте послушаем. У нас действительно разрывается телефон. Очень волнует эта тема. Алло, здравствуйте, говорите. Да, здравствуйте. Так у нас может прийти 80% проголосовать избирателей, а на следующий день 85% скажет, нам надо разогнать этот сейв. У нас все время так. Нет, так не будет. Спасибо. Если 85% придет, будет другой результат. Нет, нет, ну... Да, такой аргумент фигурирует, что ну как, распустим этот сейв, будет новый, что мы будем опять распускать и так далее. Да, будем распускать до тех пор, пока не будем удовлетворены. Если недостойные люди побеждают выборок, это сейв работает. Ребят, мы забываем об одной очень важной... Такое первый раз, на самом деле. Мы забываем об одном очень важном демократическом инструменте. Как только сейв понимает, что его в любой момент, когда он плохо работает, могут распустить, они, в общем-то, начинают держать себя более-менее в руках. Есть надежда. Есть надежда. Пока видно, они... Это не очевидно. Но согласитесь, что это достаточно мощный демократический инструмент. Да, конечно. Как выборы, там, я не знаю, в Америке муниципального главы. Когда ты точно знаешь, что ты зависишь от голосов твоих избирателей, ты стараешься работать. Главное, что я хочу сказать, что это неправда, что нету того, голосовать те же самые и там будут. Но на самом деле нет. Это не так, у вас куча партий, между прочим, не участвовали в голосовании. Каждые выборы приходят новые люди. Конечно. Больше или меньше, да. Обновляется, естественно. Обновляется, обновляется, меняется. Ладно, там, конечно, какие-то люди остаются, да. И, ну, слава богу, потому что... Да, потому что профессиональные политики. Не дай бог, ну, если совсем все новые, ну, тоже, может быть, не самое лучшее. Но как? Нету... Это неправда, что нет от кого выбрать, да. Просто вот на самом... В этих вот последних выборах две популистические партии, КПЛВ и ЕКП, ну, там пришло 30 с лишним абсолютно новых людей. Мы видим, что у нас есть некоторые министры, которые, ну, явно-явно не соответствуют... Вы сами себе противоречите. А давайте сначала, давайте не будем пока спорить, а послушаем дозвонившихся. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здрасте. Вы знаете, я кратко скажу, если этот Саймы будет распущен, то он не будет распущен, потому что он законы не выполняет, а потому что приняты невыполнимые законы. И вот именно это будет уроком для нового состава Сейма. Коли таковой будет избран. Спасибо. Спасибо. Ну, это тоже так. И да, и нет. То есть, да, не выполняются многие законы, и они тогда... Но что касается закона, вот тут о приросте зарплат медикам, я не согласен. Представьте себе, этот бюджет страны 10 миллиардов евро. 10 миллиардов, из 10 миллиардов, внутри 10 миллиардов вы не можете найти 60 миллионов? Ну как? Но при этом получаете в 7 раз финансирование своих собственных партий. Это несерьезно. Ну, то есть, вы не умеете работать просто. Ну, и так далее. И этот закон, я абсолютно уверен, он выполним. При том, что, посмотрим, 2 года раньше, там же каждый год медики получили, и побольше, чем такие суммы. Это только вот, ну, всё же какой-то профессионализм, воля, приоритеты. Ну, и враньё. Ну, все говорили на выборе, что здравоохранение – это приоритет. Ну, какой? Ну, как? Если приоритет из 60 миллионов, из 10 миллиардов, вы не можете найти. Вы не можете найти, да? Ну, это несерьезно. Я сегодня читала в Делфе репортаж о реоматологе, который 32 часа уже отработал, у него впереди ещё 32, потому что остальные уехали. Ну, а вы хотели попасть к реаниматологу, который работает в 30-й час, да? Нет, здесь совершенно не возможно записаться врачам. Ну, это же страшно, представьте себе это, да? Давайте послушаем дозвонившихся. Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Да, извините, не договорил, но ладно, я продолжу дискуссию с вами. Тогда не бюджет надо говорить, а деньги налогоплательщиков. Это слово тоже надо заменить. Да, да. Спасибо. Это тоже действительно надо всё время вспоминать, что это действительно все деньги налогоплательщиков. А знаете, о чём ещё нужно постоянно напоминать этим налогоплательщикам? О том, что это их деньги. Вот это вот самое, на самом деле, нереализуемое желание очень многих... Но это же тоже советская история. Естественно. То есть тебя государство облагодетельствовало, тебе дали медицину, образование, ещё что-то. Пока работодатель платит за тебя налоги, а не ты сам. К сожалению, это... От твоей зарплаты ты не будешь чувствовать. Это тоже очень сложная проблема, потому что будем откровенны, да, это деньги налогоплательщиков, но будем откровенны, мы не самые лучшие налогоплательщики тоже. Ну, то есть очень многие из нас не платят. Но Россия с этим справилась однажды, вышла из тени, понизив, понизив. У нас тоже был такой период, да, но мы понизили... Извиняюсь. Короче, не о том. Люди не платят налоги, потому что не получают услуги. Достаточную зарплату. Люди говорят, ну как, 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 я не могу, если медицина платная, ну, я не буду платить... Если там полицейский плохо работает, если... Я, я не буду платить налоги, но с другой стороны, страна не получает эти деньги и не может дать этим медикам и этим политикам. И замкнутый круг. Нужна очень серьезная налоговая реформа, нужна еще очень серьезная налоговая реформа, потому что на самом деле вообще-то здесь достаточно жесткая налоговая реформа. Понимаете, я все же думаю, это в головах, да, это нужен договор. Я должен довериться вам, что я отдам, и вы не соврете, да. Ну, вы действительно дадите, не украдете, не соврете, действительно дадите медикам. Вы считаете возможным этот договор поменять? Ну, так или иначе неизбежно, другого нет. Ну, то есть, если такого не достичь, мы будем тут, потому что, ну, как, действительно, бюджет большой, 10 миллиардов, это не так уж мало, да, но надо, ну, что медикам-то на самом деле, эти 60, это же копейки. Ну, то есть, медикам надо 600, ну, там, там совсем о другом, чтобы месяц... Не бросит копейку, а может быть выхлоп на самом деле на целую, ну, не революцию, но окей, серьезный, серьезный политический кризис. Ну, все равно надо думать дальше, как, ну, если так серьезно о стране говорить, надо думать, как мы перезаключим, скажем так, между собой... Перезагрузка, когда будет? Между собой этот общественный договор, который позволит поверить общественности, что надо платить налоги, надо, 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 и государство сумеет, действительно, отдать эти деньги и обратно, да. Давайте все вспомним прекрасное слово «перезагрузка» и поговорим об этом еще, наверное, скорее всего, не раз. Придете еще раз к нам? Конечно. Большое спасибо, политолог Юрдис Лепникс, Лен Лукьянова. Кюля Писпани. Впереди выходные, ведите себя плохо. Продолжение следует...